Здравствуйте, дорогие друзья! Близится лето, а с ним и сессия. Но предлагаю вам отодвинуть пока все учебники в сторону и посмотреть свежий выпуск «Универа Ньюс». С новостями студенчества познакомлю я, Елизавета Евтифеева. Дмитрий Медведев в Казанском федеральном университете. Шоурум Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ принял в гостях Тину Кандалаки. Со школьной скамьей простились выпускники лицея имени Лобачевского. В Казань прибыли представители правительства Российской Федерации во главе с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Высоких гостей первым встречал IT-лицей Казанского федерального университета. Об этом далее. 25 мая Казанский федеральный университет посетили участники заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России во главе с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В рамках визита в КФУ делегаты ознакомились с объектами инфраструктуры Казанского университета. В частности, председателю правительства представили IT-лицей Казанского федерального университета, который специализируется на информационных технологиях робототехники и программировании, а также Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Здесь делегаты осмотрели виртуальную клинику вуза, а также Центр по разработке медицинских симуляторов. Перед началом заседания Дмитрий Медведев встретился с молодыми учеными Казанского федерального университета, на который студентам выдалась уникальная возможность рассказать о научно-исследовательской жизни вуза, перспективах и дальнейших планах. Под вашим патронажем будет проводиться в октябре достаточно интересный актуальный форум «Открытые инновации». И в данной тематике мы бы хотели выступить с предложением, допустим, в рамках этого форума, мы бы могли силами КФУ организовать круглый стол с привлечением ведущих нефтяных компаний, российских и международных экспертов в данной области, и обсудить, собственно, возможности наши сейчас, обсудить перспективные пути развития в инновации, так скажем, в нефтяной геологии. Понятно. Сергей, это как раз точно осуществимо. Считаю, что такое приглашение у вас есть, и мы специально это пометим. Если проведем такой круглый стол, как вы говорите, чувствуется уже, что аспирант второго года смотрит прямо в корень, там, конечно, можно найти много интересных всяких предложений, работодателей. Это абсолютно нормально, кстати. Абсолютно нормально, потому что наши специалисты, наши студенты, аспиранты, молодые ученые, они все-таки тоже не должны сидеть и ждать, когда к ним придут, предложат какие-то там условия, деньги принесут на тарелочки, а должны сами предъявлять свои результаты. Это абсолютно нормально. Также диалог со студентами активно поддержали президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. После общения с молодыми учеными Казанского университета, работающими в высокотехнологичных научных отраслях и обсуждением вопросов трансфера технологий в экономику, Дмитрий Медведев открыл заседание Президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. И открыл это заседание весьма приятными для Казанского университета словами. Мы собрались в Казанском федеральном университете. Большой это такой серьезный образовательный комплекс. Я вот сегодня посетил разные образовательные учреждения. Я здесь, в Татарстане, посетил сначала IT-лицей, где занимаются ребята, которые действительно предметно интересуются новыми технологиями, которые, естественно, готовятся к научному будущему. Познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете в рамках Института фундаментальной медицины и биологии. Прямо скажу, что все это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Очевидно, что это все такого очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Далее заседание продолжилось в закрытом для СМИ режиме. Но съемочной группе телеканала Универ ТВ удалось взять интервью у участников заседания. Состоялось заседание Президиума Совета по модернизации и развитию экономики. Провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Тема была очень важная. Это студенческое предпринимательство. Как сделать так, чтобы в наших вузах талантливые молодые ребята могли создавать свой бизнес, могли делать его в каком-то смысле и в стенах родного университета, чтобы это не вызывало каких-то проблем с законодательством, и какие дополнительные меры поддержки для этого требуются. И предложения, которые здесь звучали, и по нормативной базе упрощения, и по охранности индивидуальной собственности, и по привлечению бизнеса, как в каком формате это все сделать. То есть это уже практически, в общем-то, решение части вопросов, скажем так. Особенно это было ясно, когда Дмитрий Анатольевич встречался с студентами. Там звучали конкретные поручения на те ответы, те вот вызовы, которые есть. Роль Казанского университета очень велика, потому что федеральный университет, который был создан как в федеральный в 2012 году, хотя имеющий огромную историю, он действительно один из передовых. И вот к ФОУ будет входить в самую пятерку пилотных вузов, которые будут осуществлять эту задачу. 24 мая Евразийская экономическая комиссия совместно с Казанским федеральным университетом обсудила архитектуру евразийской экономической интеграции в Поволжье. Подробности узнавала Аурелия Сташкова. 24 мая Евразийская экономическая комиссия совместно с Казанским федеральным университетом обсудили участие Республики Татарстан и Поволжье в транспорт-логистических цепочках на пространстве Евразии. Нам рассказали о стратегической роли Поволжье и о его развитии в экономической интеграции. В Евразийской экономической интеграции обсуждать мы будем проблемы как Поволжье, вообще так и Татарстана в частности в проектах евразийской экономической интеграции, в сопряжении этой интеграции с экономическим поясом шелкового пути, большим китайским проектом и весь формат геополитических проблем, которые сопутствуют этим аспектам. Главной темой мероприятия стало обсуждение роли Республики Татарстан в развитии цифровой экономики ЕС. Своим экспертным мнением поделился заместитель начальника Евразийской комиссии. Татарстан – это стратегически важный регион не только Российской Федерации, но и в целом Евразийского пространства, нашего Евразийского экономического союза. Это центр транспортно-логистических процессов, которые развиваются активно на нашем евразийском пространстве. И, безусловно, это такое уникальное место, где сочетается и Европа, и Азия, и он полноценно олицетворяет наш евразийский проект. Поэтому мы очень благодарны Казанскому Приворскому федеральному университету, что он нас приютил, пошел нам навстречу и оказал активное содействие в организации этого круглого стола. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универниус. 25 мая в Казани прошло закрытие третьего международного форума по педагогическому образованию. Наша команда узнала об образовательных технологиях личностно-профессионального развития мультикультурного учителя. 25 мая в Институте психологии образования КФУ прошло закрытие третьего международного форума по педагогическому образованию. Слушатели ознакомились с практикой педагогического образования за рубежом. Также появилась уникальная возможность обменяться учебными технологиями и материалами. Каким все-таки должен быть настоящий учитель? Своим мнением поделилась доктор педагогических наук. Учитель в современной школе должен быть не просто сам педагогом-гуманистом, он должен уметь работать с родителями и с детьми для того, чтобы они ощущали свою защищенность как в школе, так и в семье. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Ее все знают с программы «Детали» и «Самый умный», а сейчас она генеральный продюсер телеканала «Мач-ТВ». Тина Канделаки на своем мастер-классе в высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ рассказала студентам об инновационном освещении крупных спортивных событий. Провести параллель от одной из серий сериала «Черное зеркало», в которой вся жизнь строится на лайках и просмотрах, до современной журналистики вполне возможно. 25 мая Казанский федеральный университет посетила генеральный продюсер телеканала «Мач-ТВ» Сина Канделаки, которая рассказала студентам высшей школы журналистики и медиакоммуникации о инновационном освещении крупнейших спортивных событий. Затрагивая тему киберспорта и дальнейшего будущего телеканала «Мач-ТВ» на федеральном телевидении в рамках образовательной программы «ЦИПР». Мы много исследовали западный опыт, у нас были западные консультанты, но, тем не менее, как часто бывает у нас в стране, естественно, все делалось в последний момент. Мы пришли, запустили канал за два месяца, студию построили за месяц, все произошло в рекордно сжатые сроки. И, как мне сказал на одной встрече, бах, когда вы все закончите, пожалуйста, потом как-то приезжайте, поговорим с вами о том, как это вот в России вообще можно запустить канал за два месяца, построить студию за один месяц, вырваться в эфир и, в принципе, там остаться. Это, конечно, для даже западного мира такой уникальный опыт, потому что, ну, очень сжатые сроки. «Мач-ТВ» — это телеканал, который молниеносно ворвался на наши телеэкраны и завоевал свою аудиторию, специализируясь на настоящей спортивной журналистике и привлекая комментаторов, которые знают на деле, что же такое спорт и каково находиться на поле. К примеру может служить молодая звезда Евгений Савин или же всеми известный футболист Валерий Карпин. Когда вы включаете, собственно говоря, первый канал, вы видите Малахова, вы видите Нагиева, вы видите Ларису Гузееву, вы видите огромное количество людей, которые имеют разную интонацию и благодаря этой разной интонации в совокупности создают вот это полотно канала. К сожалению, на спортивном телевидении этого не было. Поэтому первое, что мы стали делать, мы стали, естественно, пытаться увлекать спортсменов телевидением. Ну, легенда о Гарри Линекере была первым, что мне рассказали, что, условно говоря, ну не хватает вот Гарри Линекера. Ну и, собственно говоря, тут началась наша охота за спортсменами. В конце встречи Тина сказала, что ее жизнь, пройдя все взлеты и падения, все еще похожа на американские горки. И идти в жизни всегда по прямой не стоит. Диана Шилова, Роман Самарин, Универный Ньюс. Студенты, время поностальгировать. Не так давно вы сидели за школьной скамьей. Помните ли вы свои школьные годы, своих одноклассников и учителей? А как волнительно и радостно было на последнем звонке. Помните? А вот выпускники лицея имени Лобачевского КФУ 25 мая запомнят на всю жизнь. Яркие, нарядные, бесконечно счастливые. Сегодня, 25 мая, они выпускники лицея имени Лобачевского КФУ. Все учителя, родители, близкие отправляют их в новую взрослую жизнь. Традиционно в этот знаменательный день все друг друга поздравляют и благодарят как выпускники учителей, так и сами преподаватели и родители своих ребят. И вот прозвенел долгожданный последний звонок для выпускников лицея имени Лобачевского. Небольшие классы, узкие парты, бесконечная домашняя работа. Все это уже позади. Осталось последнее испытание перед свободным плаванием, сдачей экзаменов. Пока молодые ребята думают о прекрасном будущем, давайте узнаем у них, чем же запомнились им школьные годы. Это класс, замечательные учителя, которые научили многому. Мы прошли вместе достаточно много сложных вещей и остались только самые шикарные воспоминания. Очень много хороших людей, с которых я совершенно точно запомнил и совершенно точно с ними еще не раз пересекусь. Естественно, было много неприятных моментов, но они без них никак. Во-первых, это школьный бал, который проводится каждый год у нас в Ратуше, где все девушки в красивых платьях. Я в лицее приобрела очень много друзей, очень много веселых моментов, которые мы потом будем вспоминать всю жизнь. Запоминается каждый день буквально, потому что действительно все детство, все подростковое время, оно такое насыщенное. Я думаю, школьный год я буду вспоминать долго, потому что, ну черт, это знакомство с прекрасными людьми, с которыми я надеюсь, что я буду общаться и потом. И учителя, это же первые наши наставники в университете, не будет такого, в университете моды на самим себе. А школа это огромная школа жизни. Елизавета Евтифеева, Владислав Михневский, Универньюс. На сегодня это все новости, но мы не прощаемся надолго. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе всех последних событий. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok